Это Реальное время, Финам-ФМ, меня зовут Юрий Пранько, и сегодня у нас важная тема, как мне представляется, мирные акции протеста, пауза, что дальше? Вот тема нашего разговора. С удовольствием представляю моих гостей, которые доехали, уже доехали до студии Финам-ФМ. Это Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». Илья, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр Рыклин, главный редактор сайта «Ежедневный журнал», да? Да, 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 совершенно верно. Да, Александр, добрый вечер. Я, знаете, начинаю путаться, кто ежедневный, кто еженедельный, кто ежемесячный, а кто ежеквартальный. Это все он. Это все он. Это все о нем, да. Мы также ждем с минуты на минуту Ольгу Романову. Она едет, она близка уже к студии и в ближайшие минуты появится. Ну и кроме того, нас по телефону примет в разговоре и Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Сергей, к сожалению, не смог приехать сюда, в московскую студию Финам-ФМ. По определенным обстоятельствам, независящим от него. Но, тем не менее, благодаря связи у нас будет с вами возможность с ним пообщаться. Напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели. 65 10 99 и 6, код Москвы 495 для звонков. Финам-ФМ это, соответственно, наш портал в интернете для писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть можно уже сейчас и слушать, и смотреть, и задавать вопросы, и высказывать свои мнения и так далее. Ну а на портале финам.инфо, нашем информационном портале, идет круглосуточное не только обновление новостной ленты, но и обсуждение наиболее актуальных тем. Господа, я хочу вам задать один маленький сакраментальный вопрос. Вот на ваш взгляд, протесты, которые были после парламентских выборов, на ваш взгляд, достигли своей цели? Вопрос звучит несколько иезуитски, потому что цели были сформулированы еще в декабре еще в резолюции первого митинга. И, к сожалению, приходится признать, что власть проигнорировала абсолютно все требования, в том числе даже самое минимальное и такое очевидное, как отставка главы Центральной избирательной комиссии господина Чурова. Вот даже на такую маленькую уступку власть пойти не захотела, более того, вместо того, чтобы попытаться как-то наладить диалог с протестующими, вместо того, чтобы в стране сформировался круглый стол, на который мы рассчитывали, чтобы начался какой-то публичный диалог о политических реформах в нашей стране, нам сегодня приходится вести диалог с следователями Следственного комитета, а также с сотрудниками ОМОНа, которые нас уже не только, извините, на улицах дубинками оприходуют, как Путин велел, но уже и врываются в наши дома. Это такой довольно внятный ответ со стороны власти на наши требования. Это провал протестов? Это не провал протестов, это, мне кажется, провал власти, которая демонстрирует полное непонимание происходящих в стране процессов. Вместо того, чтобы бороться с причинами протестов, она борется с протестующими и, на самом деле, усугубляет не только вообще общеполитическую ситуацию в стране, но и свою роль в этой ситуации люди, которые принимают решение за силовую реакцию на протесты, они усугубляют, потому что, на самом деле, для самого драматического сценария в нашей стране не хватает сейчас только вот одного кусочка пазла. Это падение, резкого падения цен на нефть. Но, как вы знаете, уже не первую неделю цены на нефть снижаются, и чем это закончится, одному Всевышнему известно. Вообще ситуация складывается крайне неприятно. Идет очень жесткое обострение, и там даже миротворцы вроде меня из представителей оппозиции сегодня чувствуют себя уже как-то не очень комфортно. А экстремисты вроде меня? Потому что, понимаете, когда вы продолжаете настаивать на каких-то мирных лозунгах и говорить о том, что нужны переговоры, нужен круглый стол, возможно, какая-то амнистия, вот на фоне нынешней политической ситуации это выглядит уже даже немного комично, нам говорят. Слушайте, у вас дома топчется ОМОН, у вас изымают компьютеры, деньги, документы, вас там завтра могут посадить в тюрьму, а вы все там рассказываете про то, что нужно вот с властью, потому что эти общественные... И тем не менее, я поддержу именно вас, надо вести диалог. Я согласен с этой точки зрения. Даже если там стена. Я настаиваю, я настаиваю на том, что, конечно, мы должны стремиться, это наша ответственность, стремиться к тому, чтобы трансформация от авторитарного режима к демократическому происходила максимально мирным и бескровным путем. Нам в этом очень мешает власть, но мы все равно должны стремиться именно к этому. Это Илья Яшин, Александр Рыклин сам себя назвал экстремистом, не знаю почему. Тем не менее, тем не менее, я, пожалуй, начну вот с того, чем закончил. Саша, обидно, что к нам приходят следователи с обыском, а к нему не приют. Заявка публичная. Да, да, да. Действительно, оппозиция на протяжении всех этих лет много раз декларировала, что она привержена исключительно мирному процессу, что никакая силовая составляющая протеста для нас, в принципе, невозможна. Да. Что, чтобы там не предпринимала власть, как бы она ни обошлась в итоге с Яшиным, наш протест будет мирным. Это правда. То есть, я понимаю, если одного из миротворцев посадят, тем не менее, протест будет мирным. Другое дело, что власть тоже должна понимать, что оппозиция, вот та часть оппозиции, которая, собственно, и декларирует подобного рода принципы, она тоже не всесильна. И вполне могут начаться процессы, на которые мы уже сможем оказывать весьма опосредованное влияние. Это тоже надо... Мы же все реалисты, мы понимаем, что так может быть. Что, в общем, народ сатанеет, конечно, видя то, что происходит. Ну, а если говорить о результатах, понимаете, ну что, мы же вполне представляли себе, что протесты, которые вот в общем широко развернулись осенью, в декабре, вряд ли они могут дать какой-то результат прямо к весне. Никто на это и не рассчитывал. Не, ну были требования о непризнании этих парламентских выборов, досрочные парламентские выборы. Да, да, но все равно, мы же понимали, что это не... Да, выдвижение требований еще не означает, что есть уверенность в их немедленном принятии. Правда же? Мы тоже понимали, что, скорее всего, они не будут вот так вот с бухты-барахты приняты, и они не были приняты. Мне ведь результат видится в другом. В том, что, в общем, на мой взгляд, Рубикон пройден. Что вот этот весенний пессимизм, помните, который присутствовал там перед майскими праздниками, выйдут, не выйдут, не выйдут, все, этот вопрос закрыт. Что, в общем, мы прекрасно знаем, что движение по наклонной плоскости всегда только в одну сторону. И, собственно, вот эта вот никчемная, ничтожная реакция власти на все эти протесты, она, собственно, доказывает ровно это. Власть тоже поняла, что все, вот этот будильник запущен, что мы просто можем сегодня спорить о том, сколько времени им отведено. И вот, собственно, и все. И их шаги дальнейшие, собственно, во многом предопределяют будущее. И совершенно прав Илья, когда говорит, что мы-то как раз рассчитываем на диалог, мы-то как рассчитываем на круглые столы. Нам кажется, что переустройство России вполне могло стать предметом обсуждения самых широких слоев общества. Но сторонники Путина, в том числе и в этой студии, мне не единожды говорили, как мы можем вести диалог с оппозицией, если они требуют отставки Путина. Ну, это нормальное требование для любой оппозиции, требовать отставки лидера, извините, правящей группы. Но, понимаете, мы ведь, дело не конкретно в Путине, не конкретно в его отставке. Мы говорим о том, что Путин это один из таких же претендентов на власть, как и все остальные, там, да, лидеры оппозиции или, там, каких-то, не знаю, политических организаций. Речь идет исключительно о том, что Путин должен конкурировать со всеми на равных. Исключительно об этом. Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы в стране появились совершенно базовые демократические институты, которые образуют систему политической конкуренции. Мы уже устали это толдычить. Они говорят, ах, вы требуете отставки Путина, значит, вы враги народа и на деньги в гостях разваливаете нашу страну. Новый рассказ пошел. Ну, участвуйте в выборах, вот впереди выборы. Нет, нет, ну смотрите, как это происходит. Участвуйте в губернаторских, муниципальных, каких угодно выборах. Покажите, я помню здесь, а, да, у меня был клинч Немцов и девушка из Единой России, Аршинова. Ага, а значит, вот это было... Немцов скоро дымышей. Ага, нет, самое главное, что представитель Единой России, представительница Единой России, очень эффектная дама, да, говорил. Борис Ефимович, так идите на губернаторство Нижегородской области, участвуйте в выборах. Или идите на выборы в губернаторах. Мы можем друг на другом издеваться сколько угодно, только это к содержательной дискуссии никакого отношения не имеет. Конечно, мы бы участвовали в губернаторских выборах, если бы у нас реально была такая возможность. Но вот эти вот муниципальные фильтры, так называемые, которые они ввели, они же просто исключают возможность для участия в этих выборах, так называемых, независимых кандидатов. Для того, чтобы стать кандидатом, надо идти к губернатору и в администрацию президента и согласовывать свою кандидатуру. Ну, как вы думаете, согласует Немцов, например, свою кандидатуру в Нижегородской области или там, я не знаю, еще кто... С Путиным. Фактически с Путиным, да. Это же, на самом деле, такая же лукавая система, которая существовала на протяжении долгого времени... А на месте Путина согласовал бы? В партийной системе. Ну, он будет губернатором Немцов тогда завтра. Ну, что, Путина от этого легче, что ли, станет? Я думаю, что нет. Будет кровь пить каждый день, конечно. А, критиковая. Понимаете, в чем проблема? Это система, которая позволяет власти выбирать себе спарринг-партнеров. Да, выборы не будут безальтернативными, губернаторские выборы не будут безальтернативными. Но не будет независимых кандидатов. Будет основной кандидат от Единой России. И те кандидаты, которых он сам себе выберет в качестве спарринг-партнеров, это не выборы. Но это, конечно, лучше, чем было раньше, потому что это в любом случае вот эту вот гнилую систему еще больше расшатывает. Потому что, вот я думаю, на таких выборах как раз будет очень эффективна система, вот этот вот принцип голосу за любого кандидата против Единоросса, который был очень популярен на губернаторских, на парламентских выборах в 2011 году. Вот будет хоть какой-нибудь кандидат, да, кроме Единоросса. Неважно, коммунисты, Жириновинцы, и там... Неважно, вот, значит, надо сосредоточить. Даже если он сам не хочет побеждать, да, мы должны ему помогать. Ну, просто надо понимать, что вот этот витринный характер, процедура самой, он не меняется. Была имитация, так и осталось. Другое дело, что эта витрина, знаете, она стала чуть красивее. Вот мы сюда вензелечек такой... Ну да, кстати, вот вспомните, после первой Болотной и первого митинга на Сахарова, да, многие говорили, ну вот власть же услышала, власть испугалась, власть пошла на уступки. На самом деле, на самом деле. Партии регистрируют, значит, губернаторские выборы вернули там и так далее. Нет, ну вы же понимаете, вот вся эта партийная вакханальность... Да я согласен, что это витрина. Нет, вот вся эта партийная вакханальность, это же вообще, это же понятно, зачем сделано. Это же на самом деле дискредитация важнейшего политического института. Ведь вся государственная машина сегодня будет работать на очень простую идеологему. Вот вся эта партийная борьба, это все фигня. У нас решения принимаются совершенно в другом месте. А вот тут вот будут миллион партий, сейчас мы зарегистрируем все партии. Они вот все ерунда. Это все какие-то смешные люди, маргинальные, ни за что не отвечают, ничего не решают. Что правда, кстати. Ничего не решают. А вот тут конкретные ребята, они в правительстве. И все конкретно решают. Конечно. А здесь и сейчас, в реальном времени, Илья Ашин и Александр Рыклин. Прервемся на краткий выпуск новостей. Это реальное время Финамоффа, мирная акция, протеста, пауза. Так что дальше? Здесь в московской студии Илья Яшин и Александр Рыклин. Ваши письма на финам.фм. Ваши звонки на 651099,6 код москвы 495. На портале идет и прямая веб-трансляция. Вот скажите мне, та реакция власти, которой, в общем-то, вы так достаточно жестко высказались, она была предсказуема? То есть Путин просто не может пойти на уступ? Путин не готов? Реакция власти жестче, чем мы высказались. А, реакция власти. Ну да, на примере Ильи, это, в общем-то, да. Все-таки это было ожидаемо или как? Ну, это был один из вариантов развития событий. Всегда в момент массовых протестов перед любым авторитарным руководителем возникает дилемма, как себя вести. И в зависимости от этого решения, там, да, можно рассчитывать риски этого руководителя. Можно пойти на переговор, можно убежать из страны просто, да, как Бен-Али сделал в Тунисе, и там, видимо, он там свою жизнь мирным пенсионером доживет в Арабских Эмиратах. Такая опция еще есть. Или в Саудовской Аравии, куда он там улетел. Эта опция еще есть, надо помнить. Опция существует еще, да. Ну вот он там убежал и власть оставил. Никто его особо уже искать никогда в жизни не будет. Значит, есть там альтернатива попытаться как-то со своим народом потягаться с разной степенью радикализма. Да, ну вот там Мубарак решил потягаться со своим народом, потом в какой-то момент все-таки уступил, но будет заканчивать жизнь, видимо, за решеткой. А можно просто со своим народом начать войну, как Каддафи сделал. Как Каддафи, да, начал воевать просто со своим народом. Я думаю, что Путин готов воевать. Просто была развязана гражданская война. Я не знаю, к чему готов Путин. Я даже, честно говоря, не хочу об этом гадать. Вот есть некая клавиатура, да, вот на любую из этих кнопок, и Путин, и его окружение могут нажать. Но только надо понимать, что нажимая на какую-то кнопку на этой клавиатуре, ты определяешь свою дальнейшую судьбу. Да, конечно, ты можешь ситуацию переломить. Вот ты можешь сейчас всех посадить в тюрьму, всех там запугать, половину народу выгнать из страны, половину народу отправить за решетку. Такая вероятность, в принципе, наверное, есть, но она не очень высока. Потому что если начинаются такие действительно уже массовые процессы в стране, то остановить их очень сложно. Тем более, что, как вы совершенно верно заметили, вряд ли Путин готов идти на максимальное обострение, по примеру, там, Лукашенко. Там, да, вот белорусская модель в России, по крайней мере, в нынешней России, очевидно, невозможна. Это будет стоить очень больших издержек. Ну, в той форме, да, как она реализована в соседней стране. Это просто очень большие издержки, да. Ну, да, не хочется повторять там все эти штампы про детей, там, счета и недвижимость за рубежом, там, да. Ну, просто нужно пойти на такие издержки, к которым, очевидно, ни Путин, ни его ближайшее окружение не готовы. Поэтому они пытаются как-то вот с одной стороны, одной ногой остаться в Европе, другой ногой, вот, вроде как, там, поставить по стороне Беларуси. Ольга Романова, которая к нам присоединилась, я вижу, Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Что, вы не согласны с Ольей? В чем? Мы с Сашей Рыклинаном посмотрели друг на друга. Очень внимательно, скептически. Скептически, окружив ее с двух сторон. А вы боялись, что дискуссия не получится. Да, да, да. Нет, я считаю, что Путин готов на все. Путин готов на все. Я считаю, что готов абсолютно. В том числе и на самые малоприятные вещи, которые свалили, например, на Яшина, на Удальцова или вот на вас, например. Так легко? Ну, конечно. И обосновывают. Ну, а что обосновывают-то? Вы шпион американский, японский. Ну, я предпочитаю на Северную Корею работать. Вот, вот уже признался, заметьте, даже еще не пытали. Да. Ольга, ну почему вы так считаете, что он готов пойти на радикальные, ну или, скажем так, на крайние меры? Все-таки это крайние меры. Ну, потому что он, я думаю, что он считает, что другого пути у него нет. То есть, и вот это, не знаю, восставшее быдло или как там, как он у нас... Бундерлоги. Бундерлоги, да, кстати. Что они, безусловно, всех разорвут, растерзают, а его там посадят на остров Русский, сидеть на мосту в полном одиночестве. Скажу сразу, для следователей таких планов нет. Да, таких планов нет. У Яшина таких планов нет. У Яшина таких планов нет. У себя говорит. Да. На остров Русский Яшина не сошлет Владимира Владимировича. Александр, вы разделяете эту позицию? Ну, знаете, вот, ведь, собственно, Илья уже сказал об этом. Действительно, была развилка в какой-то момент, и власть могла пойти по пути диалога и выстраивания каких-то отношений. Это не обязательно должен был быть простой диалог. Нет, он, скорее всего, был бы сложным, тяжелым, какими-то взаимными уступами. Долгий. Долгий, конечно. Но власть пошла по другому пути. И в этом смысле, конечно, вот, если мы говорим о тренде, то тут, пожалуй, я, скорее, с Ольгой соглашусь. Тренд-то пока в эту сторону. Другое дело, что мы пока не понимаем, ну, действительно, как далеко они могут зайти. Тут вот то, о чем говорит Илья, действительно, бабки-то там, в отличие от белорусов, которым, собственно, им чего терять-то. А тут у большого части элиты, действительно, но это не... То есть на внутренние сдерживающие факторы вообще не стоит рассчитывать? Нет. То есть, когда мы говорим о щитах, там, о женах-любовницах и так далее, за границей. Какие внутренние сдерживающие факторы? Михаил Федотов, внутренний сдерживающий фактор, он не является внутренним сдерживающим фактором. Никаких внутренних сдерживающих факторов не существует, конечно же. Но общественное мнение, нет? Хочется пить чай с королевой, по-прежнему, иногда там, ну, чтобы вдруг там не выгнали из Букингемского дворца. Это хочется, а внутренне, внутри чего там внутри. Поэтому, как далеко они зайдут, пока сказать сложно. Но если ситуация будет развиваться, если эскалация вот всего этого конфликта будет продолжаться, она будет продолжаться, очевидно. А почему вы так в этом уверены? Ну, так я же уже, по-моему, сказал, этот, собственно, процесс, который... этот фарш обратно не проворачивается. Ну, а может быть, он готов, ну, я не знаю, ну, может, размышляет Путин, да, там. Паузу взял просто. Нет, я имею в виду другое. Летнюю. Я имею в виду, что, поскольку все равно, вот, гражданское общество уже будет их сметать... Ничига себе паузу. Паузу, вот я тоже у меня как-то... Ничига себе паузу. Каждый день, каждый день съедает по пять человек. Может, ребята из Следственного комитета просто не в курсе, что там пауза? Может быть. Да, понимаете, там же сформирована группа, которая больше, чем была при Норд-Осте, больше ста человек сидит там в специальном крыле в Следственном комитете. Это что, все шутки, что ли? Или они нам показывают, что они будут с нами делать? Это же очевидно. Они уже вызывают на допросы людей, заявителей по самым первым митингам, там, 24 декабря. Чего, собственно, 24 декабря ничего не случилось? Почему? Что вам нужно? Ну, то есть, понятно, что они берут курс на эскалацию. Я еще раз хочу сказать. Мы, конечно, привержены мирному развитию событий, мирным сценарием. Но я чувствую, на самом деле, в ваших разговорах нотки такого радикализма. Несусь нотки радикализма. Мы не можем все контролировать, и так и не будет. В конце концов найдутся люди... То есть ситуация будет радикализироваться? Ну, несомненно. Конечно, она будет радикализироваться. Конечно. Есть молодежь, есть люди разных взглядов, есть люди, которые начнут говорить, мы не можем дальше это терпеть. Я это, знаете, где я в первый раз увидел? Поразительная была для меня история. Помните, был митинг против НТВ первой? И вдруг я видел, как ребята, которые до этого никогда никуда не выходили, они вообще... Там были такие странные люди, которые не участвовали раньше, не 31-го выходили. Чисто просто какие-то новые пришли ребята. У меня сын вернулся из Сомали, где изучал пиратов, ему там стало скучно. Они вдруг... Тут стал веселее. Вдруг закидали ОМОНовский автобус яблоками. Его первый митинг, да. ОМОНовский автобус был закидан яблоками на моих глазах. ОМОНовский автобус нашалили. Их было мало. Их было человек 30 всего. Но их загнали яблоками в автобусы. Просто. И эти ребята вообще не понимают, что такое, почему мы не можем ходить по нашему городу, где хотим. Почему нас тут отоваривают дубинками. Что такое? Кто эти люди, которые выскакивают на нас за этих автобусах, в этих страшных костюмах? Это будет все происходить в пределах МКАДа? Этого достаточно, вы будете смеяться. Я не уверен. Я не уверен, что это будет происходить в пределах МКАДа. И если вот тенденция на мировом рынке, связанная с падением цен на нефть, продолжится, неминуемо уже к осени, может быть, к августу, на политический кризис, очевидный политический кризис, наложатся экономические проблемы. И тогда вот этот вот коктейль Молотова будет готов полностью. И тогда действительно социальная ситуация взорвется. И действительно, уже знаете... То есть поэтическому давается социальный протест. Может сложиться такая ситуация, когда уже не мы будем призывать к мирным переговорам, а когда власти уже будут вынуждены призывать к мирным переговорам. И вот вы можете посмотреть по дискуссиям, которые в том числе в интернете происходят. Вы знаете, что я всегда там, да, еще со времен атаки на Химкинскую администрацию, всегда выступал за то, чтобы всячески воздерживаться от любых форм насилия в отношении представителей власти. Мне кажется, это единственное, что такое гарантирует легитимность оппозиции, когда мы воздерживаемся от насильственных методов. Но вот сейчас меня начинают критиковать в интернете, и люди просто как-то так... Не все понимают, что я имею в виду. Говорят, а почему мы должны воздерживаться от насилия, если на наших глазах наших друзей, товарищей топчут, бьют, ломают руки, женщин? А мы почему должны на это смотреть? И становится все сложнее объяснить, почему. И не всегда хватает слов, аргументов, да, чтобы объяснить, почему. Опять же, да, подчеркиваю, я буду находить аргументы до тех пор, пока у меня там хватит сил, не знаю, там, опыта, там, умения, мозгов, там, не знаю, чего угодно. Я буду стараться находить аргументы, но в какой-то момент аргументов может не хватить. Лен, ну, мне вообще кажется, господа, то, что радикализация оппозиции, она будет на руку власти. Вот давайте, давайте, вот ей это и надо, давайте посоревуемся в силе. Это она так думает, что ей на руку, это она так думает, да. Она будет провоцировать это, несомненно. Вот пока это все происходит на площадке, огороженной пятью кольцами ОМОНа, да, это власти выгодно, потому что вот в этом гетто, огороженном ОМОНу, да, можно поставить камеру НТВ, там, или Первого канала, показать картинку, вот смотрите, беснующаяся молодежь, бутылки кидают, там, и так далее. Вот показали картинку, и Путин главный бенефицар. Вот смотрите, я такой солидный, вроде как Единая Россия уже не такая уже плохая. Ну, жулики, конечно, но, по крайней мере, не громят ничего там, да, но... Нет, ну причем здесь громят и радикал. Я, например, радикал, извините, у меня жизнь такая. Я не знаю, что такое радикал, а я не радикал. А я не собираюсь никого кидать в бутылки. И ты не радикал, Оля, потому что... Еще какой радикал? Да никакой ты не радикал, что ты, выступление в защиту Конституции, это радикализм, что ли? Ну что за глупость? Что такого радикального мы требуем? Я против Конституции. Выборов, ну неважно, выборов мы требуем, независимых, независимых СМИ. И что ты требуешь радикального? На столбах, что ли, ты требуешь вешать? В чем радикализм? Да в чем радикализм? Подождите, Александр. В чем, Ольга? Мой радикализм в том, что я, а, не собираюсь вот абсолютно ни с кем, ни о чем разговаривать. Я имею в виду с той стороны. Мы поговорим за тебя. Ни с кем, ни о чем. Мне разговаривать не о чем. Во-вторых, я считаю, что люстрация, это надо объяснять. Это надо объяснять. Я считаю, что пра прекратить по возможности, по возможности, не подводя свою работу, платить налоги, платить ЖКХ и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, ненасильственные, но радикальные методы имени памяти Махатму Ганди. Ну вот, еще нашли радикала Махатму Ганди. Вот если радикализм, в твоем понимании, это Махатму Ганди, то мы тут все радикалы. Знаешь, за призыв не платить налоги, припаяй все, что хочешь. Ну это правда. Понимаете, в чем проблема? Проблема не в том, что у кого-то из нас тут в этой студии более радикальный взгляд или менее радикальный взгляд. Проблема в том, что может возникнуть ситуация, при которой вот эти люди начнут терять свой авторитет внутри протестного движения, а на первую роль начнут выходить совершенно другие люди. Правда, об этом я говорю. Да, конечно. Когда Илью Яшин уже не понимают, по крайней мере, в виртуальном пространстве. И найдутся очень много людей, которые решат, что те адекватнее. И, ну хорошо, это будут самые разные люди. Не обязательно считать, что это будут какие-то сумасшедшие маргиналы, готовые бросаться там на ОМОН. Нет. Это будут совершенно разные люди, которые будут говорить, ну да, в той ситуации те были адекватны, но сейчас ситуация радикализовалась. Знаете, нас вот хватают на улицах, сейчас более адекватные вот эти люди. И вот они добьются ровно этого. Самое это смешное заключается в том, что власть, пытаясь сейчас отправить за решетку там Навального, Удальцова, меня, рассчитывает на то, что радикализм пойдет на спад. На практике это приведет к обратному результату. Безусловно. Если они сейчас посадят вполне себе миролюбивых там Навального, Удальцова и меня, нам на смену придут не травоядные лидеры, мягко говоря, да, придут люди, которые скажут, вот эти вот парни, они были мягкотелые, их отправили за решетку. Мы должны быть жестче, мы должны быть агрессивней, поэтому вперед. Сейчас 19.30, давайте мы прервемся на краткий выпуск новостей. Здесь в реальном времени Илья Яшин, Ольга Романова и Александр Рыклин. После новостей ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, ваши письма на финам.фм. Реальное время, мирные акции, протесты, пауза. Что дальше? Тема нашего сегодняшнего разговора. Здесь в московской студии Финам.фм Ольга Романова, Илья Яшин, Александр Рыклин. Звоните, пишите, высказывайтесь на портале финам.фм, идет и прямая веб-трансляция. Ольга, скажите, а вот на ваш взгляд, действительно, осенью будет новый виток? Безусловно, будет новый виток. Что может спровоцировать? Нефть? Да нет, во-первых... Беззубость или зубость власти? Что? Во-первых, никто особо не уходил на каникул. У нас будет еще август впереди, 19-е, 20-е, 21-е. А эти три дня мы не можем не отметить. Это во-первых. Во-вторых, август у нас месяц традиционный, никто еще не отменял финансовый кризис в августе. И пока все к тому идет. Да, волатильность там всегда возрастает. Да, и к утру нам сегодня обещал, что к осени. А я так понимаю, что август это к осени. То есть не осенью, а к осени было сказано. Поэтому и напряженность будет возрастать, и к 15-м будем готовиться. Никто не уходил никуда с улиц. Потому что все жестче и жестче. Станция будет приобретать лавинообразный характер? Она будет более хаотична? Вот мы говорили о радикализации, да? То есть мы говорили о том, что если там, грубо, утрированно говоря, посадить там Яшина, посадить Навального, посадить еще кого-то там, Дальцова, да? Это не утрированно, я боюсь, что. Боюсь, что тут очень утрированно. Да, я как-то разговаривал по телефону с Ильей и сказал ему, приходи в эфир, если будешь свободен. И я понимаю, что это уже звучит теперь весьма так жестко и цинично, тем не менее. Ольга, это будет лавинообразно, осень? Если вот в совокупности сложить все эти факторы? Я думаю, это будет лавинообразно, и будет очень неожиданно. В любой момент. В любой момент. В любой момент. И я даже не думаю, что оппозиция будет тому, прям уж сильно так уж причастна. Когда закончится нефть, оппозиция уж точно не будет виновата. Но я думаю, что власть сможет ответить. Понимаете, когда все дергаются, да, и больше всего дергается власть, она совершает ошибки. Она совершает серьезные ошибки. У нас же все время происходят скачки на порядок. Вот у нас сначала не уходил, не уходил никто, потом вышло вдруг 10 тысяч, потом сразу 100. Если в сентябре выйдет миллион человек, это совершенно другая история. Просто совершенно другая. Люди по-прежнему не понимают перспектив в рамках той системы, которая выстроила эта власть. Вот они в ней разочарованы полностью. В данном случае мы, конечно, говорим в основном про Москву. Конечно, мы говорим в основном про Москву. Но Илья прав совершенно, что как только начнутся социальные проблемы, они затронут совершенно всю страну. Всю страну затронут. Москву особенно, потому что Москва побогаче. Но по большому счету у Путина, у его команды есть деньги. Мы с вами это понимаем, да? Но им же жалко. Здесь дело даже не только в объеме денег, которые находятся в резервах государства. Дело в некой устойчивой системе. Несколько дней назад, два или три дня назад, господин Шувалов сделал заявление, что правительство будет вынуждено пересматривать бюджет, если цены на нефть просядут ниже 90 долларов. Ну вот сегодня они опустились ровно до 90 долларов. Часы отскочили, да, 90. Хорошо, 90, 91. Но вот сейчас мы уже балансируем на грани исполнения бюджета. Если нефть пробьет вот этот вот психологический барьер, да, и начнут тратить резервы для того, чтобы бюджет исполнять, это, конечно, не разорит моментально нашу казну, да. Но это приведет к тому, что система окажется в состоянии турбулентности. И все будут понимать, что уже очень все ненадежно. И как-то вот уже пахнет жареным. Я сегодня разговаривал с Андреем Илларионовым, да, вы знаете, он мне сказал так, скорее всего, здесь не будет никакого экономического коллапса, в России имеется в виду, да, даже вот если при совокупности европейского долгового кризиса проблем Соединенных Штатов, просадки Китая, имеется в виду мягкое замедление экономического роста, скорее всего, Россия уже вступила в рецессию очень затяжную, очень болезненную, но не лавинообразную. То есть я обращаю внимание на то, что экономический фактор, возможно, не сработает вот именно так. Он может сработать по-разному. Он может сработать по-разному. Вот, грубо говоря, когда рабочие с Уралвагонзавода будут понимать, что им сделали один госзаказ между парламентскими и президентскими выборами, а на следующий госзаказ уже денег не будет, не факт, что они будут демонстрировать такую лояльность, какую они демонстрировали сейчас. Для них на это деньги. Ну вот конкретно для Уралвагонзавода, наверное, найду. Да, но сколько таких Уралвагонзаводов и сколько таких рабочих? И потом, когда нам говорят про секвестирование бюджета, мы же примерно понимаем себе, какие статьи бюджета начнут сокращаться, что социалка не устоит. Социалка не устоит. Вот если нефть начнет падать, ну никак. Просто есть законы природы. Ну, слушайте, ну, соответственно, будет соответствующая реакция. То есть получается так, что российская оппозиция в определенной степени будет рада. Да никто не будет рада. Никто не будет. Российская оппозиция тоже хочет кушать. Мы хотим, чтобы в стране было много денег. Мы заинтересованы в том, чтобы страна была богатая, процветающая. Но только мы хотим, чтобы эти деньги, извините, тратились по-человечески. Вот мы за 10 лет от продажи только нефти заработали порядка 2 триллионов долларов. И что страна получила за эти 2 триллиона долларов? Можно поинтересоваться? Мы прекрасно знаем, что за эти деньги получили друзья Путина. У которых, знаете, лохом считается, если ты стал миллионером. Вот если у тебя миллион есть, то ты просто неудачник. Мы прекрасно знаем, что получил Путин, его друзья, вся вот эта олигархическая банда. Все это знаем. А страна что получила? Какую реформу мы купили на эти деньги? Можно поинтересоваться? Может быть, здравоохранение у нас стало европейское. Может быть, административная реформа прошла. А может быть, армию мы получили эффективную. Дорогу какую-нибудь построили. Дорогу, может, какую-нибудь построили без дырок и без провалов. Что мы за эти деньги получили? Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в страну приходили деньги и в виде инвестиций, и в виде тех средств, которые мы получаем от продажи каких-то энергоносителей. Но мы хотим, чтобы эти деньги шли в страну, а не в карманы этих жуликов и воров, которые страну оккупировали, которые ведут себя как оккупанты. Просто захватили страну, удерживают политическую власть, продают то, что принадлежит нам всем. И набивают за этот счет себе карманы. Кто эти люди? Окупанты. Илья Яшин, Ольга Романова. Что, согласны, Оля? Я вспоминаю картинку с детства журнала «Крокодил». Конечно, так похоже на то, что сейчас происходит. Картина насчет воровства, такая карикатура, как из столовой, где-то в подсобке, посудомойка, бухгалтер, раздачница, повар, сумки. Сумки у них с курицами, с сардельками. И стоит директор столовой в поезде у двери и говорит, знаете что, завтра нам предстоит один день поработать на сэкономленном сырье, поэтому сумки останутся здесь. Вот это вот, если они один день просто перестанут тащить... Страна это ощутит на себе? Я думаю, страна это ощутит. А еще, вот завуч в школе, завуч в школе, которая, вот, может быть, она что-то переживала на декабрьских выборах, на президентских выборах, да ей надо было там как-то в глаза смотреть ученикам, там что-то лепетать, а может быть, не смотрела, все равно она что-то сделала. Для того, чтобы этот протокол там был... Она же видела, как на самом деле все обстоит дело. И вот она это сделала. И что? И ей за это, и ей за это даже пряник никто не купил. Молодой же пряник никто не купил, еще зарплату задерживают. Но это называется обманули, обманули дурака на четыре кулака, обидно. Этот завуч уже наш. Хотя, конечно, так себе сторонничек. Уже не их. Еще не наш, но и жених. Нет, ну то есть надо понимать, что, разумеется, конечно, вот те экономические напасти, которые готовы свалиться на Россию, никого из нас не радуют и не могут радовать, потому что мы здесь живем, здесь наши семьи. Слушайте, ну это абсурд просто, это предположить. Хотя, несомненно, нам будут это вменять. Несомненно, про это будут говорить. Да мы здесь зарплату все получаем, даже яшные стипендии. В рублях. Ну да, но это кто не в госдепе. Ну да. Ну вот. Но при этом, при этом, просто нужно понимать, что если ситуация будет меняться, и если экономическая ситуация будет меняться и ухудшаться, ну, конечно, оппозиция будет формулировать какие-то новые смыслы и новые задачи. Потому что, ну, очевидным образом, мы должны быть адекватными к той ситуации, которая наступает, и тем вызовам, которые возникают и перед нами, и перед всем обществом. Вот смотрите, один из наших слушателей Юрий пишет. Товарищи оппозиционеры, я зачитываю письма, как они приходят без редактуры. Рекомендую вам, пишет Юрий, обратиться к истории. Пока на стороне правительства, армии и полиции власть чувствует себя спокойно. А надо признать, что их власть купила. Ну и дальше вопрос. Почему вы не проводите разъяснительную работу в данных структурах? Во-первых, проводим. Во-вторых, человек явно никогда не был в автозаке. На стороне власти только ОМОН. Совершенно точно. Потому что если вы поговорите с рядовыми сотрудниками полиции, в автозаке, в ОВД, там вообще никто за Единую Россию не голосует. Они вообще хорошие парни. Они разные, но очень. Разные они, да. Они, как правило, за Жириновского голосуют, на самом деле, по приколу, там, не знаю, не по приколу. Поругать Путина с нами одно удовольствие. Да, и они как раз и говорят, что, слушайте, ну, там придет время, может, мы еще тоже вместе с вами встанем. ОМОН кормят, да, конечно. Тоже, конечно, честно говоря, многие из них те еще союзнички, как Оля правильно говорит. Но то, что в милиции идет вот это вот брожение, то, что в полиции, в новоявленной, мягко говоря, выражают такое сильное недовольство реформами, которое инициировал еще господин Медведев. Да, это факт. Это все знают, кто попадал в милицию и пытался как сотрудникам полиции наладить диалог. В армии ситуация тоже, мягко говоря, не безоблачная. Там, да, эти реформы, которые господин Сердюков инициировал, тоже не всегда вызывают понимание и у офицеров, и у солдатов. И далеко не такая безоблачная ситуация. И просто действительно ситуация может начать меняться стремительно. И действительно не факт, что это будет связано от активности или отсутствия активности оппозиции. Это будет не эволюционный вариант. Вот все идет к тому, что это может, к сожалению, быть не эволюционный вариант, да, не результат каких-то там договоров и решения о реформировании шаг за шагом, в чем мы на самом деле заинтересованы, да. Ну просто какой-то вот надлом моментальный. Да, Россия стояла на краю пропасти, но сделала уверенный шаг вперед. Вот я боюсь, что может происходить именно так. Я там своей ответственностью, да, там, как один из активистов оппозиции, вижу в том, чтобы предостеречь Россию от этого шага. Потому что результатом может быть просто развал страны. И кроме шуток. Мне представляется, на самом деле, вот если власть по уму возьмется за этот вопрос, им надо только разрядить ситуацию в столице. Ну, при всем том, что есть в разных регионах разные мотивации, да, все-таки здесь объедите выборы, всенародные выборы мэра. Распустите мороз в Гордуму и проведите реальные выборы в городской парламент, с которых, по-моему, Илья, вас сняли, да, в свое время. И вы недооцениваете одну маленькую деталь, понимаете. Вот сейчас, мне кажется, такой момент, который, ну, я не застал перестройку в сознательном возрасте, но мне кажется, настроения примерно такие. Когда власть, может быть, там и готова что-то дать, но людям уже этого недостаточно. Вот даже, вот еще там три года назад, если бы нам предложили, пусть кастрированные, да, выборы губернаторов, все бы рукоплескали, все бы говорили, ну, слава богу, наконец, началась полноценная оттепель, понимаете, да? А сейчас, на самом деле, даже если нам дадут сейчас выборы мэра, даже если на них зарегистрируют там Навального, этого будет мало. Пути не идет, он прекрасно понимает. Выигрываем выборы мэра, будем требовать дальнейших реформ. А свободные суды? Какие выборы мэра? А суд, а как мы будем обращаться по тем выборам? Куда? Да. А как же? То есть одна уступка. А Бастрыкин. Вторая уступка. А он там что делает? Да ну, лучше вообще не брать. Конечно. Конечно. Он прекрасно понимает. Дальше снежный ком. Дальше вцепимся и будем вот, знаете, как вот это вот... Вы не думаете, что вы его сами... Вы под ним, я подразумеваю, вот всю систему, вы их сами загоняете в ситуацию, когда они начинают дергаться. А что нам делать нужно? У нас нет другой альтернативы. Мы требуем, чтобы в стране начались политические реформы. Этого требуем не только мы, да, этого требуют... Независимый суд. Десятых тысяч людей. Ну, сволочи какие. Требуют независимый суд, загоняют в угол несчастного Путина. Ну, честный выбор. А как мы можем этого не требовать? Честный выбор. Как мы можем этого не требовать? Это те требования, которые, на самом деле, осознаны в обществе. Вы же у меня были на эфире, когда был господин Сидякин, да? Мы же с вами, помните, Клинчин. Славный дяденька. Я же его спросил, смотрел ему в глаза. Вы искренне считаете, что в России независимые суды? Вы помните, что он сказал мне? Да. Ну, и вы верите ему. Вот он, депутат Едино-Уголь. Смотрите, они... Я не хочу, чтобы вы их загоняли в угол. Дайте им возможность маневра. Я не понимаю, Юр, что вы имеете в виду? Если человек... Если действительно господин Сидякин искренне говорил, что в России независимый суд, то он идиот. Но, скорее всего, он не искренне просто с вами был. Не знаю. Он, в принципе, иногда производит впечатление такое странное, но мне не кажется таким уж совсем откровенным идиотом. Я думаю, просто он врал вам, Юр. Такое иногда бывает. К вам сюда приходят единороссы и врут вам. Такое случается. Они и вам врут, и избирателям, и нам врут. Поэтому я бы вам не советовал слова господина Сидякина воспринимать как истину в последней инстанции. Ольга, на ваш взгляд, Путин может пойти действительно реформу судебной власти? Я думаю, что... Но сделать такой сильный ход. Я думаю, что может. Вообще, он пока может все. Он пока может сделать и это, и это, и это, и это. То есть еще шансы не упущены. Почему не делать? Мне совершенно непонятно. Вот почему обязательно надо довести ситуацию до какой-то крови, до чего-то, до коллапса? Вот если завтра будет объявлена судебная реформа, уволен Бастрыкин, там, и Ольга Егорова, например, да? Завтра объявлены выборы мэра. И, 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 ну, и... И что? И что? Дальше мы требуем свободных выборов президента. Нет, на самом деле проблема-то в том, что реальные реформы, реальные реформы, судебная, там, не знаю, политическая, любая реальная реформа в итоге приведет, конечно, к отстранению Путина от власти. Просто потому, что будет в итоге, как конечный результат, ликвидирован режим его личной власти. Ликвидирована политическая монополия. Почему? Ну, за это, ну, памятник поставят. Почему бьют дубинами людей не только за то, что они, извините, требуют отставки Путина, но и за то, что они требуют честных выборов. Потому что это одно и то же. Потому что требование честных выборов в конечном счете приведет, что Путин не сегодня, так завтра лишится монополии на власти. Краткий выпуск новостей на Финам.ФМ. Затем ваши звонки и письма. Здесь Илья Яшин, Ольга Романова и Александр Рыклин. Реальное время Финам.ФМ. Сегодня у нас в гостях Ольга Романова, Илья Яшин и Александр Рыклин. Теперь давайте с вами общаться. 65 10 99 6 код Москвы 495. Финам.ФМ, соответственно, наши средства коммуникации. На портале идет и прямая веб-трансляция. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана. Я, Юрий, хотела бы задать вопрос вашему приглашенному. Хотелось бы спросить на предмет того, вот я знаю, что Навальный там где-то живет в Марьино. Вопрос не о том, то есть власть у нас плохая. Да, она богатая, она жирная, она там себя ведет как угодно и как позволительно. Так почему же вот эти люди, которые у вас приглашенные, пусть создадут партию? Пусть у меня будет альтернатива какая-то на выборах там в следующих каких-то там периодах. Да, спасибо. Создали партию. Была республиканская партия, которую Владимир Рыжков в свое время возглавлял, которая была запрещена Минюстом. Ну вот в результате очень долгой судебной тяжбы вот сейчас она добилась восстановления своей регистрации. Было объединение с Парнасом. Я вошел в полицовет этой партии. Я не знаю, что получится в итоге из этой партии. Да, мы там приложим усилия для того, чтобы это была приличная партия, которая могла бы дать вам, в частности Ольга, альтернативу на выборах. Просто очень важно, чтобы вы тоже понимали, выборы вот эти вот кастрированные в нынешней политической системе не являются механизмом борьбы за власть. Потому что они контролируются самой властью, они организуются этой властью, контролируются. И там скорее правильно рассматривать выборы там, да, как один из способов давления на власть, как один из способов обнаружения там гнилой сущности этой власти там, да. Но без какого-то уличного давления, без внешнего импульса добиться серьезных изменений просто с помощью того, что вы создаете партию и играете по тем правилам, которые вам навязывает власть. Добиться серьезных содержательных перемен просто невозможно. Ну, да. И на самом деле, отвечая Ольге, ну это же, собственно, и к вам вопрос. Потому что вы же понимаете, что на сегодняшний день ваш голос ничего не стоит. Потому что его все равно украдут, какая бы ни была партия. А вот ровно от вас в том числе и зависит, чтобы ситуация изменилась. Чтобы у вас голос стал полновесным, чтобы он стал весить ровно столько, сколько вот вы сами считаете нужно. И это вовсе никак не зависит от того, есть сегодня хорошие партии или нет сегодня хороших партий. Нет, нам нужно менять вообще ситуацию в целом. Нам нужно менять политическую систему, выстраивать ее заново. Хорошо, идем дальше. Добрый вечер, Халя. Добрый вечер. Как вас зовут? Александр Москва. Выключите приемник, общайтесь с нами, пожалуйста, по телефону. Ну, я по телефону и приемник уже выключил. Спасибо. Значит, я вот ваш постоянный слушатель. Сейчас я вам звоню. Вы знаете, небольшой комментарий сначала вот к тому, что я послушал ваших гостей. И то, что звонили там, а не создатели партии. На самом-то деле, что дальше? Вот протестное движение, что дальше? Вот мое глубокое убеждение. Значит, дальше это как бы будет дробиться весь протестный электорат. Раз уже план запущен определенный, я так думаю, по созданию огромного количества политических партий. Ну, согласитесь, что наша власть, она не делает все просто так, а бы как. Все же не продуманы. И вот создание вот этих партий карликов, которые уже, процесс этот начался, повторяю, и приведет к тому, что просто-напросто, ну, разробится электорат, и никогда те люди, которые хотят что-то на самом деле сделать, там, для страны и так далее, ну, будут представлены от какой-нибудь партии, там, один человек. Да, понятно, спасибо. Ольга, я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос. Или комментарий, точнее, слушатели. Да, тут, собственно, нет вопроса никакого. Не понимаю, в чем проблема. Я вот как была беспартийная, так и пребываю в беспартийном состоянии. И желания вступать в партию нет? Нет, у меня впервые, буквально на прошлой неделе, зашевелилось желание вступить в партию, когда я узнала о планах создания партии, которые мне ужасно понравились. Вот, и, пожалуй, на этом месте я интригу сохраню. Если она будет создана, то, пожалуй, да, то, пожалуй, я вступлю в партию в первый раз. Но не будет создана, и так беспартийно похожу. Вместе, да, как-то есть за кого голосовать, включая и предыдущие, в смысле, эти выборы. То есть я голосовала против Путина. Да, там против Путина, против Единой России, какая разница? Ну, в общем-то, смысл-то, комментарий слушателя в том, что мелкие партии, они размоют, и, в общем-то, все будут голосовать за единственную и непобедимую. Вы так говорите, будут голосовать, как будто это... Девьян, ну, голосуют же, я не спорю с этим, но просто надо понимать, вот нужно избавляться от иллюзий, да. Выборы организует господин Чуров, надо про него рассказывать, нет? Мне кажется, слушателям Финнам ФМ не надо рассказывать, да. Чурова назначает, по факту, господин Путин, помните, да, ему пранки развонили? Про Путина тоже не надо рассказывать. И говорили, вот, вас сейчас отправят в отставку, да? Да, окей, надо участвовать в выборах, надо создавать партии, но надо понимать, что вот эти кастрированные выборы, они не решат проблему по существу. Очень важно оказывать на эту систему давление со всех сторон. С улицы, через выборы, через антикоррупционные расследования, через списки Магнитского, со всех сторон. Нужно создавать точки напряжения там, где это возможно. Только тогда эту систему удастся сначала деформировать, потом демонтировать, потом, используя, может быть, какие-то детальки, там, да, собрать новую систему, которую мы все хотим. А государство, в ближайшее чиновничество, да, объявит о том, что люди призывают к дестабилизации ситуации, к свержению государственного строя и т.д. и т.п. Ну, если демонтажем режима, о котором мы постоянно говорим, может стать свержение государственного строя, хотя я в этом не уверен совершенно, это совершенно разные вещи, это подмена понятий. Но, в принципе, вот ваш радиослушатель, который тут только что говорил, он совершенно прав. В этом состоит, несомненно, задача власти. Создать десятки маленьких партий, разделить протест. Но только я вам хочу заметить, что сегодня, в общем, координация протеста, это не партийная история. Там собрались люди совершенно разных взглядов, там есть правые, левые, националисты, может быть, они все входят в какие-нибудь партии, но никто про это ничего не знает. И мне кажется, тот протест, который сегодня осуществляется на улицах Москвы, это не партийный протест вовсе. Это, и более того, я вам скажу, сегодня есть понимание, что вообще на этом этапе идеологизация протеста будет только вредить. Это библейский протест за 10 заповедей. Совершенно верно. Мы сегодня боремся за то, что в России началась жизнь по правилам, по процедурам прозрачным. А уж кто там дальше победит на следующих честных парламентских выборах, ну, знаете уж, как кто победит, тот победит. Но мы должны точно понимать, они будут честные, они будут отражать желание большинства граждан России. И тогда мы примем, да, если на следующих парламентских выборах честно победят левые, ну, что же я могу с этим делать? Я, наверное, уйду к ним в оппозицию, но это не означает, что я буду им говорить, что они нелегитимные. Но сегодняшняя, ведь в чем проблема? У нас же не просто нелегитимная дума, у нас вообще нету думы. Вот события программы 4, его не было. У нас просто не было выбора. Потому что выборы нечестные, значит, их не было. Вот и все. Соответственно, в Думе сегодня сидят просто узурпаторы. Ровно то же самое с президентскими выборами. У нас не было президентских выборов. То есть нет президента. Он не просто нелегальный, как говорят Илларионов, или нелегитимный, как говорят все остальные. У нас просто его нету. По факту. Это Александр Рыклин. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей. У меня вопрос. А когда ваши гости придут, к примеру, к власти, не появится ли у них свой чурок? Это от вас зависит. Вы же гражданин. Это от вас зависит. Мы придем к власти, вы нас контролируете. Там Путин у власти, контролируете Путина. Будет Рыклин там у власти, контролируете Рыклина. Вам никто ничего здесь не строит. Какие-то воздушные замки. Понимаете? Вот какая-то удивительная просто надежда на доброго царя. Мы не хотим, чтобы одних жуликов заменили на других прекрасных представителей оппозиции механически. Это не сработает. Мы же вам объясняем. Надо менять систему. Нужно, чтобы вы, граждане, и мы, граждане, и Романова, и все остальные, контролировали свою власть. Это главное, чего мы добиваемся. Сергей, вы готовы контролировать власть? Я готов контролировать власть, если впереди вот эти авторитеты. Но если в авторитетах есть девушка по имени Ксения... Да при чем здесь авторитеты? Кто как будто девушка по имени Ксения заинтересована в том, чтобы власть была подконтрольна. Это ваш интерес. Вы живете в этой стране. Это ваш жизненный интерес, чтобы власть была подконтрольна. А вы несете какой-то бред про авторитетов, про то, что вот вы придете, будете то же самое. Ну, слушайте, если у человека холопское мышление, да, с этим очень сложно что-то сделать. Избавляйтесь, выдавливайте из себя раба по капле. Помните о том, что вы, гражданин, там, да, являетесь источником власти в своей стране. И власть вам обязана, а не наоборот. Ольга, а вы думаете, большинство желает этого? Я думаю, что если народу России понравится в президентах Стас Михайлов, пусть выберет себе Стас Михайлов в президентах. Это его право. И пусть народ будет иметь право, возможность и желание, когда не понравится Стас Михайлов в президентах, его переизбрать. И назначить вовсе даже Чубайса. Вот вдруг Стас Михайлов разонравился, а Чубайс наоборот понравился. Ну, как, а кто его знает? Можно же такое быть после Стаса Михайлова? Я все равно в оппозиции буду. И в первом, и во втором случае. А кто такой Стас Михайлов? Илья Яшин, профессиональный оппозиционер. Я тебе подам что-нибудь с поведением. Вот смотрите, вот мы когда говорим про политическую реформу, да, мы же на самом деле, там, вот, политическая реформа может содержать много направлений, там, да, много тезисов, которые необходимо реализовать на практике. Но главное содержание политической реформы должно заключаться в двух основных тезисах. Тезис первый. Гарантия политической конкуренции. Тезис второй. Гарантия сменяемости власти. Отсидели два срока? До свидания. Без изменения правил игры, как это у нас произошло, с 4 на 6 лет, я имею в виду президентский срок. Поэтому Конституция, не стоит ее так сильно защищать. Я защищаю ту часть Конституции, которая гарантирует права и свободы человека. В том плане, что... Я защищаю ту часть Конституции, которая... Нет, минуточку, минуточку. Да, Конституции нужно тоже, знаете, дифференцированный подход. Меня совершенно не устраивает перекос в сторону исполнительной и президентской власти. Очевидно, что нужно перераспределить полномочия в сторону парламента, и, конечно, нужна серьезная содержательная конституционная реформа. Но вот блок, который гарантирует нам права и свободы человека... Слушайте, у нас больше ничего нет. А можно просто за права и свободу человека без блога? Блок Конституции, который гарантирует права и свободы человека. Такого раздела. Не обязательно его убирать. Я об этом и говорю. Поэтому Конституция у нас такая, неоднозначная. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь экономические требования, которые могли бы объединить оппозицию и добавить сторонников? Например, не взимать 13-процентный налог, у которых маленькая зарплата. Повысить вычеты налоговые для людей, у которых есть дети. Вести минимальную поцедовую зарплату труда, независимо от... А как вас зовут? Простите, простите, как вас зовут? Да, спасибо. Дим, так не бывает, поймите. Экономические требования не могут объединить оппозицию. Потому что удальцов, извините, левый там, да, а немцов правый. Они никогда не договорят, тоже извините, да, они никогда не договорятся там о том, какой должна быть шкала там налога там. Извините, это невозможно. Оппозицию могут объединить только политические требования. Требования равной политической конкуренции для всех, равных правил игры. Это может объединить и левых, и правых, и социалистов, и националистов, и либералов. Что, собственно, и происходит сейчас? Что, собственно, вы и наблюдаете? А попытаться, знаете, навязать всем какие-то общие экономические требования, это просто невозможно. Люди, на самом деле, создают разные партии и придумали разные идеологии, исходя из этих вот самых экономических противоречий. Потому что политика вообще к чему сводится, как меня в институте учили? К борьбе за распределение ресурсов общества. Кто-то считает, что это нужно делать так и распределять ресурсы в пользу такой части общества, а кто-то считает иначе. Это, в общем-то, такие политологические изыски, хотя, на самом деле, так оно и есть. Для чего нужна власть? Для того, чтобы перераспределять. Спасибо огромное, Ольга Романова, Илья Яшин, Александр Рыклин. Реальное время Финамофа.